С 1 сентября 2016 года в Казахстане внедряется новое содержание образования, которое позволяет детям отвечать на вызовы современного общества, отвечать требованиям сегодняшнего дня. В Министерстве образования и науки были предприняты программные и планомерные действия, направленные на построение системы образования, которая бы позволяла обучающимся самостоятельно ориентироваться в огромном потоке информации, анализировать ее, структурировать и эффективно использовать свои повседневные деятельности. В этом направлении важным является, конечно же, построение системы оценивания знаний, текущих и итоговых. С 2004 года проводится ЕНТ, который является стандартным экзаменом. Школьникам создается все условия, чтобы они могли показать свой реальный уровень знаний. Но в этом году выпускники школ сдавали ЕНТ по новому формату. ЕНТ имеет статус вступительных экзаменов вузов, и измененная структура содержания ЕНТ была направлена именно на то, чтобы от заучивания каких-то конкретных фактов выйти на оценивание логики мышления наших выпускников. По сути, в задания нового ЕНТ включены вопросы, которым подготовиться путем заучивания невозможно. Нужно обладать умением применять знания творчески, нужно уметь хорошо решать математические задания, хорошо читать, обладать сильной логикой. Этот важный шаг направлен на переход от фактологического материала в ЕНТ к функциональной грамотности. Только те, кто обладает этими качествами, способны получить высокий результат. Изменения направлены в соответствии с международными стандартами. То есть при дальнейшем изменении тестовых заданий этот экзамен заучить, и конкретно подготовиться к нему будет практически невозможно. Можно только его хорошо сдать, если ты учишься хорошо в течение всех школьных лет, 11-12 лет. Поэтому вот этот принцип, главное не только знать, но и уметь, используя знания, именно этот принцип доказал эффективность в самых развитых странах мира и положен в основу национальной грамотности. Нужна оценка не только базовых знаний, а сколько мышления ученика и его логики. Новый формат ЕНТ дает больше возможностей для поступления в ВУЗы. Здесь хотелось бы добавить, что в этом году расширена линейка специальностей путем увеличения профильных предметов. В частности, если говорить по нашему профилю, по техническим наукам, математика и физика стали профилирующими. Это увеличило линейку возможностей выбора специальностей для абитурентов почти в два раза, до 52 специальностей. И, конечно же, это позволило абитурентам более спокойно подготовиться и основательно выбрать свою будущую профессию. Абитуренты в полной мере были осведомлены, на какие специальности они могут поступать, и выбором профилирующих предметов. Что касается, если говорить на примере IT-университета, то к нам ежегодно поступают учиться наиболее подготовленные, сильные выпускники школ, школ с углубленным изучением предметов математического и физического цикла. Поэтому по анализу качества абитурентов в этом году мы убедились, что высокие баллы ЕНТ смогли набрать только те абитуренты, которые обладают навыками творческого освоения знаний и критическим мышлением. Помимо ЕНТ, в частности, у нас идет собеседование, знание английского языка и информатики. И мы видим, что в этом году наиболее подготовленные абитуренты пришли, и по выступлению других ректоров мы видим ту же самую картину. ВУЗы при этом получают преимущество в том, что вновь поступившие студенты могут уверенно пройти адаптацию к новым условиям обучения требованиям ВУЗского компонента.